Всем привет! В этом видео поговорим о том, что армии Европы не готовы к войне с Россией. Британская газета Times опубликовала интервью с немецким военным историком и профессором Потсдамского университета Зенке Найцелем, который принял участие в организованной в Берлине конференции по обороне вместе с бывшими генералами Бундесвера. Найцелем заявил о том, что ни Бундесвера в отдельности, ни все европейские армии вместе взяты, не готовы к войне с Россией, несмотря на рост военных расходов последние годы. Немецкий эксперт отметил, что силы НАТО проиграют первое глобальное сражение российской армии и будут вынуждены перейти в оборону, не помышляя в будущем у наступлений. Территория Восточной Европы как будущее место сражений к военным действиям абсолютно не подготовлено. Главной проблемой для руководства НАТО станет логистика, дефицит живой силы, отсутствие у европейских армий, реального опыта ведения боевых действий, а равно острый дефицит оружия и боеприпасов. По словам Найцеля, Германия в настоящее время не имеет ни боеспособной армии, ни танков, ни эффективных систем ПВО, ни ударных беспилотников, ни снарядов для артиллерии. В феврале прошлого года, сразу после начала российской спецоперации, правительство Шольца самонадеянно заявил о том, что Германия станет главным логистическим центром НАТО по сдерживанию России, пообещав выделить на ускоренную модернизацию Бундесвера 100 миллиардов евро. Однако после прекращения в Германию поставок российских ресурсов в немецком бюджете образовалась огромная дыра. Этому наделу Шольца не только отказаться от перевооружения немецкой армии, но и сократить поддержку украинских вооруженных сил ввиду острейшего бюджетного дефицита. Пока бюджетный дефицит не будет преодолен, ни о какой подготовке к войне с Россией говорить не приходится. При этом на структурную перестройку немецкой экономики может потребоваться до 15 лет. С позиции немецкого профессора в ходе конференции согласился бывший генерал финской армии Веса Валтанин, заявивший о том, что текущая стадия украинского конфликта напоминает ему заключительную фазу советско-финской войны 1940 года, когда истощенные и хуже оснащенные финские военные капитулировали из расходов в мобилизационный резерв и снаряды. В войне на истощение против России армия НАТО, по словам Валтанина, не имеет шансов на успех.